Приветствую вас в ВАУ. Я так думаю, что вас зовут Валентина. Вот и соответственно, вы такой ник выбрали для себя. Смотрите. У вашего вопроса есть две стороны. Первая сторона такая, знаете, чисто я бы сказал, поверхностная сторона, при которой в общем-то все достаточно понятно. Вот это достаточно очевидно. Эта сторона касается чисто бытовой такой истории и связана исключительно с предпочтениями молодого человека в сексе и в его умении выражать. Скажем так, свои эмоции и свои чувства. Вот. Это первое. А второе. Это психологическая сторона. Вопросы связаны с такой вот агрессией, по отношению к женщине, с которой мужчина находится в достаточно близкой связи. Вот. А связано это с детством, с отношениями, с родителями, вот, с обидой в некоторой степени на маму, как правило, как правило. Вот. И в общем-то имеет достаточно глубокие корни. Корни психоаналитические. Вот. Ну зачастую психоаналитические корни. Вот. Это такой момент. А есть, конечно, момент, связанный с уже приобретенными во взрослой жизни навыками и опытом человека. Такое вполне себе тоже может быть. Вот. Но в целом здесь вопрос упирается, что прислушивается ли к вам молодой человек или нет. То есть если он прислушивается к тому, что вам, например, неприятно, или к тому, что вам, например, больно, или... А еще к каким-либо аспектам и моментам, то это хорошо. Но если молодой человек не прислушивается к вам, если молодой человек продолжает действовать, ну, вот так, как ему хочется, да, то в таком случае ситуация достаточно негативно складывается для вас и это значит, что, ну, мужчина не совсем вас уважает. То есть ключевой вопрос здесь не в том, почему, да? Не так важно, почему. Сколь важно, как. То есть, ну, как дальше. Вот что важно. Как будет дальше расскажете о отношениях? Чем? Куда более верно? Имэй моим кем. Все остальное, если, как бы, можно, 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 скорректировать например, ну, поведение человека, да, если можно скорректировать поведение мужчины и помочь ему, допустим, ну вот этот момент как-то вот скорректировать для себя, то, значит, ситуацию с полным исключением этого из-за, допустим, его поведения, ну, не очень-то возможно полное исключение, потому что молодой человек всяко будет кусать, такова его особенность. Вот, это нужно понимать. Поэтому, э-э-э, ответ вам можно дать такой. Э-э-э, не терпите, да, не терпите ни в коем случае, ни в коем случае, вот, не терпите то, что вам не нравится. Э-э-э, ни в коем случае, случае нельзя терпеть это. Вот, потому что оно вам будет, по сути, только лишь хуже, а в дальнейшем. Вот. Э-э-э, это то, что я могу вам сказать, на данный момент. В принципе, все, э-э-э, вам, может быть, э-э-э, было бы легче, например, если бы вы, э-э-э, ну, если бы вы узнали, об отношениях своего молодого человека с мамой, вот, то есть, ну, вполне вероятно, что вам было бы легче, э-э-э, его понять. То есть, это тоже очень, э-э-э, очень многое зависит от, э-э-э, понимания человека, да, понимания человека, что есть, э-э-э, потому что если вы его понимаете, допустим, э-э-э, ну, почему человек ведет себя тем или иным образом, например, то вам будет легче, конечно, вот, вам будет легче, вам будет, э-э-э-э, ну, понятно, так же, возможно, вы не будете, э-э-э, ну, 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 на свой счет, да, вот, э-э-э-э, принимать, то, что, Ну, то что он, молодой человек вас там, к примеру, кусает и всякое такое, всякое такое. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я хотел бы пожелать вам гармоничного выстраивания отношений с мужчиной. Вот. Обращайтесь, если будет нужна помощь. Всего вам самого доброго.